Погода в прошедшие выходные стояла практически весеннее. Как будто природа решила сделать подарок любителям футбола, которые в воскресенье праздновали Всемирный день этой игры. В Славянском районе возможность сыграть на свежем воздухе использовали по полной. В субботу на футбольном поле стадиона «Виктория» прошел открытый турнир Славянского района по мини-футболу памяти Олега Воронова. Олег Евгеньевич Воронов в конце 90-х возглавлял Славянскую федерацию футбола. Приехав из Кемерово, он за несколько лет смог оставить значительный след в футбольном движении района. После его гибели с 2001 года в память об этом увлеченном человеке в Славянском районе было принято решение проводить чемпионат по мини-футболу, который носит имя Воронова. Поприветствовать участников турнира приехали начальник управления по физкультуре и спорту Александр Прищепа и сын Олега Воронова Евгений. Хочу вас поблагодарить за то, что помните, за то, что собираетесь. Хорошей игры вам! Футбол – самая любимая игра в России, а в преддверии приближающегося чемпионата мира она привлекает в свои ряды всё больше людей. Причём футбол не смотрит на должности и возраст. На поле в этот день встречались совершенно разные команды, состоящие из студентов учебных заведений района, трудовых коллективов и просто любителей. Динамика роста команд. Прошлый сезон, если мне не изменяет, прошлый год 16, участвовало 13 команд или 12. Вот на сегодняшний день 16 команд. И мы считаем резерв вес. Ребята с удовольствием хотят. И сегодня ещё, конечно, спасибо погода такая, очень солнечная, ну, футбольная погода, скажем так. Поэтому футбол этот, он жить будет, и турнир этот будет жить. Я думаю, что если бы была погода плохая, мы провели её просто в спортивном комплексе «Лидер». Жребьёвка определила состав четырёх групп, сильнейшие команды которых встретились в полуфиналах. Итогом же соревнований стала победа команды, представляющей Анастасийское сельское поселение «Олимп». В финале они обыграли команду Славянского сельхозтехникума. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». А в воскресенье, непосредственно во Всемирный день футбола, Славянск стал гостеприимным хозяином для юных спортсменов футбольных школ «Края». Мы не могли и в Славянске, на Кубани пройти этот праздник стороной. Мы сегодня собрали ребят 2006-2007 годов рождения, воспитанников нашей школы Виктории. К нам приехали сегодня ребята из города Анапы, Новороссийска, Крымска, соседнего района Красноармейского сборная команда. Погода нам позволяет проводить такие мероприятия. У нас Кубань радует. Открытый турнир, проводимый в Славянске, собрал 10 команд, в составе которых ребята 11 лет. Несмотря на юный возраст, это уже хорошие игроки, которые любят футбол и знают, как в него играть. Оттого встречи были по-настоящему жаркими и интересными. К сожалению, в тройку лидеров команда Славянского района Виктория не вошла. Призовые места достались командам с одинаковыми названиями «Витязь» из Анапы и Крымска. На третьем – Новороссийский Черноморец. Славянск только на четвёртом.